МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Могли не все. В Кизеу-Юртовском районе автомобиль с подростками перевернулся и упал в реку. Трое утонули. Финал прошли только 10. В Республиканском институте развития образования выбирают лучшего педагога-психолога. Дагестан не смог освоить миллиарды бюджетных денег. Регион в прошлом году не освоил 12,5 миллиардов бюджетных рублей. Больше половины из этих средств, более 7 миллиардов, остались на счету Управления правительства Республики по капитальному строительству. Исполнение бюджета Республики за 2021 год обсудили накануне в Кабмине Республики, где и были озвучены данные цифры. Найти применение деньгам не смогли еще ряд ведомств. Минтранс не освоил 1,7 миллиардов, Минздрав – 900 миллионов, Минэкономразвитие – 600 миллионов, Минобранауки – 500 миллионов рублей. Трое подростков утонули в результате ДТП в Кизилюртовском районе. Автомобиль «Мерседес» опрокинулся в реку. В машине находилось пятеро ребят. Выжили только двое. За рулем находился 17-летний юноша без водительских прав. Он и рядом сидящий пассажир смогли выбраться из машины. Молодой человек уже в отделе полиции подробно рассказал, как произошла трагическая авария. Я вышел со своим младшим братом и с одноклассником покататься. Заехали сначала за одним, затем за следующим. И после этого мы решили покататься, сняли номера. И за рулем был я. После этого я начал вилять машины, из-за чего машина перевернулась в рейку. Каким-то образом я и мой друг, который сидел справа от меня, выбрались. А остальные трое остались в машине. Машина кому принадлежит? Родному дяде. А где находится хозяин машины? На севере. В ходе осмотра машины они были без госрегистрационных знаков. Где номера машины? В салоне. Что вы сделали? Для чего? Вы их сняли? Или машина была без номеров? Мы их сняли. Номера сняли. Для чего? Брат просто предложил снять. Я не в курсе. Сколько лет было ребятам? По 17-16. Вы все одноклассники в одной школе учитесь? Да. В каком классе? В 11 классе. К другим темам. Республиканская акция «Вахта памяти» прошла сегодня в Махачкале. Мероприятие проводится в рамках 51-го регионального слета телевизионных отрядов краеведов-следопытов и посвящена 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в акции принял глава региона Сергей Меликов и другие официальные лица. Подробности в сюжете Карима Даниева. Память, почитание подвига предков и знание истории страны. Именно эти качества воспитывают в подрастающем поколении чувство гордости за Родину и Республику. Патриотизм – это то, чему надо учить с детства, со школой. Пример республиканского Токса – наглядная иллюстрация того, как можно ценить, уважать и чтить славное прошлое. Это подчеркивали и выступавшие. Для нас, граждан России, память о той войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священную. Она всегда с нами и дает нам силы служить Отчизне, к здравственным заветам, от которых мы не имеем права никогда отступить. Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и установление исторической справедливости вносят отряды Токса. Проведенные вами и вашими товарищами экспедиции кропотливые архивные изыскания возвращают имена павших бойцов. Тех, кого так и не дождались дома – матери, жены, дети. Вы собираете воедино страницы истории целых семей. Наполняете общую историю нашего народа конкретными, что очень важно, правдивыми фактами. Это благородная, очень важная работа. Она достойна самого глубокого уважения. Конечно, отрадно, что вы собираете молодежь вокруг действительно важных, определяющих ценностей. Активная гражданская позиция, сопричастность к судьбе Родины в самом характере поисковиков. Я уверен, что неравнодушию, преданности, упорству вы научились, конечно, у старшего поколения, в том числе у ваших руководителей. Значимость Токса тяжело переоценить. Организация была основана полвека назад для воссоздания летописи Великой Отечественной войны. И за это время краеведы-следопыты установили личности более 25 тысяч без вести пропавших солдат. Токсовское движение не имеет аналогов в стране. В данный момент в ее составе 2,5 тысячи школьников и 105 отрядов из разных муниципалитетов республики. Здесь было сказано, что 180 тысяч дагестанцев ушли на фронт. К большому сожалению, 46 тысяч сегодня числятся в списках пропавших без вести. Я благодарю имени ветеранской организации, наших следопытов, отрядов, краеведов, за то, что они ежегодно пополняют список уже опознанных, найденных в разных регионах Советского Союза, бывшего и за пределами. Благодаря им в книге памяти появились сотни имен. Ежегодно юные краеведы-следопыты собираются на традиционном республиканском слете Токса, где подводят итоги поисковой следовательской работы и делятся новыми материалами об экспедициях и встречах. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Руками прикоснуться к истории. Поезд Победы уже в одиннадцатый раз прибыл на Махачкалинский вокзал. Каждый вагон поезда – это отдельный фрагмент событий Великой Отечественной войны. В исторических архивах страны для экспозиции были собраны уникальные фото и видеоматериалы, изготовлены сложные скульптурные группы. Часть выставки посвящена блокаде Ленинграда. Есть экспонаты, рассказывающие о подвиге защитников Брестской крепости. Исторический ретро-состав запустили на маршрут в 2010 году. С тех пор ежегодно уникальный передвижной музей, стартуя с Махачкалы, движется по республикам Кавказа. Мероприятие посетил и мэр города Салман Дадаев. Мне хотелось бы выразить особую благодарность организаторам вот этого мероприятия «Поиск Победы», потому что такие мероприятия для нас важны, они для нашей молодежи нужны. Мы не имеем никакого морального права позволить забыть и тем более переписать подвиг советского народа, подвиг тагестанского народа, конкретных наших земляков, которые вписали аналог истории в свои имена навеки. Пожелания маленьким нашим махачкалинцам, которые сегодня здесь собрались, любить Родину, изучать историю, и чтобы на вашем веку не было никаких боевых действий, войны, и ничто не омрачало ваше светлое будущее. В Духовном Центре имени пророка Исы «Мир ему» продолжаются праздничные мероприятия по случаю месяца Рамадан. В этот раз на Ифтар Единства собрались около 5000 верующих из Кизлярского района и Южно-Сухокумска. Для гостей читали строки из Священного Корана и Нашиды. Среди участников мероприятия разыграли десятки подарков, самые ценные из которых – путевки на Малый Хадж Умра. В ходе мероприятия к присутствующим обратились ученые-богословы и представители власти. «Алхамду лилля, что у нас есть в таком месяце такое барракатное место, как Духовный Центр. Хвала нашему муфтию Ахмад Хаджи, которому в голову пришла такая блестящая идея основать вот такой Центр. Аллах Акбар! Хвала нашим джамаатам, достойным людям, которые вкладывают дело строительства этого Духовного Центра. Как здесь было в ролике сказано, это действительно народная стройка. Давайте же будем достойны нашим шейхам, устазам, алимам, барракат которых снизошел на Дагестан. Сегодня, в этом барракатном месяце Рамазан, я хочу всех вас поздравить месяцем Рамазан. Этот месяц, месяц примирения, месяц очищения, очищения нашего навса, нашей духовности. Этот месяц, когда мы можем и должны стараться делать побольше хороших дел. Хочу поздравить с этим замечательным месяцем, месяцем, который любил наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Месяцем, когда делаются добрые дела. И хочу пожелать вам здоровья, благополучия, чтобы все ваши благие деяния Всевышний принял. И также не забывать, что все оставшиеся 11 месяцев тоже нам надо быть хорошими мусульманами. Здоровья, удачи и благополучия. Тем временем продолжаются мероприятия и на территории центральной джума-мечети Махачкалы. На этот раз все расходы на ефтар в шатре Рамадана взял на себя министр спорта региона Сажид Сажидов. В программе мероприятия выступления религиозных деятелей и известных спортсменов, среди которых были триумфаторы Олимпийских игр. Глава Минспорта в своем обращении поблагодарил организаторов вечера, а также пожелал верующим всего наилучшего в месяц Рамадан. Пусть Всевышний убережет от всего плохого, от того, что нас ждет впереди. Пусть Всевышний нас объединяет, как объединил сегодня в шатре Рамадан. Пусть объединяет, когда у нас есть трудности. Пусть объединяет нас ради общих целей, ради блага Исламу, ради блага общим нашим населениям, ради блага для нашего местного, чтобы мы всегда, как и сегодня, были едины вместе. Чтобы еще большим усилием мы могли, вот здесь спортсмены, прославлять нашу республику. Прославлять нашу республику. Для этого и государство делает, и религия делает, и муфтият делает, и министерство делает, и мы, Аксахавр, тоже будем подсказывать, исправлять, и на правильный путь ставят здоровья, удачи, успехов. В Хасавюрте на базе Аграрно-экономического колледжа прошел антитеррористический форум. Участие в его работе приняли представители власти, общественники, религиозные деятели и журналисты. Мероприятие проходило в целях профилактики негативных явлений в молодежной среде и духовно-нравственного просвещения студентов. Самое важное, что у нас патриотическое воспитание молодежи. Что такое терроризм, они должны знать, как разлагает общество терроризм. И вот такие форумы, это все будет усиливать мышление нашей молодежи. Внутри патриотическое воспитание должно быть основной. Это начиная с дома, от родителей, потом в школе, потом уже в учебных заведениях. Вообще, национализм — это чуждая идеология для мусульманина. Вот, если вам задать вопрос, вообще кто впервые в истории человечества заложил основу гражданского общества, правового общества, я могу смело ответить, это наш пророк Мухаммад, когда он пересиделся из Мекки в Медину. В Медине проживали иудеи, проживали христиане, проживали язычники, и пересидевшиеся вместе с теми, кто там проживал, мусульмане. На территории колледжа также работали различные площадки. Прошли соревнования по боевой подготовке, а также по интеллектуальным играм. Здесь же вниманию учащихся были представлены выставки музея регионального Минспорта и поискового отряда «Кавказ». В республике выберут лучшего в методике преподавания психологии. Региональный этап конкурса «Лучший педагог-психолог Дагестана-2022» стартовал в Институте развития образования. По словам организаторов, мероприятие проводят в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих специалистов образовательных организаций. Конкурс «Лучший педагог-психолог Дагестана» проходит уже седьмой раз, но в этом году есть некие отличительные особенности, например, ценные призы и такой широкий охват участников. В этом году участие принимают дальние районы, такие как Хиевский, Бабаюртовский. Конкурс примечателен еще тем, что педагогов-психологов очень мало, то есть не все школы могут похвастать вот такой прерогативой, что с каждым годом контингент педагогов-психологов становится все интереснее и интереснее, и погружение в профессию происходит вот на довольно высоком профессиональном уровне. Из 22 заявленных участников заочного тура в очные прошли 10 человек. Два дня педагогов будет ждать жесткая борьба. Самопрезентация, психологические практикумы, демонстрация профессиональных навыков и мастер-классы. Я уже работаю 11 лет, но работаю в основном с детьми 5-11 классов, с родителями, с педагогами. Педагог-психолог нужен в первую очередь в школе для того, чтобы развивать духовную связь между родителями, педагогами и учащимися, потому что сейчас в век информационных технологий это все потерялось. Конечно, хотелось бы победить, но так как это весь Дагестан, опытные люди, намного опытнее, чем я, буду рада любому исходу. Это для меня опыт. Боец Амари Ахмедов одержал первую победу в бойцовской лиге ПФЛ. Полтяжеловес из Махачкалы встречался с представителем Чехии Виктором Пешта. Поединок прошел на турнире в американском городе Арлингтоне. Ахмедов завершил бой досрочно, нокаутировав соперника через полторы минуты после старта. Эта победа помогла ему выйти в полуфинал лиги. Триумфатор сезона ПФЛ получит 1 миллион долларов. Это все на сегодня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok